Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6. В горах минус 4, плюс 1. А днем до плюс 19. И в горах местами 8-13 со знаком «плюс». В Черкесске сегодня без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,5, днем 16-18 градусов тепла. Студентка КЧГУ Алина Безбородова уже много лет является волонтером. Уже второй год она со своими коллегами принимает участие в акции «Сад памяти». Где они провели акцию и как в целом работает волонтерское движение в республике? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии. Мои соведущие Белли Джозаевой ответит руководитель волонтеров Победы Карачаево-Черкесии Алина Безбородова. Доброе утро всем. Доброе утро, Алина. Спасибо, что приехала сегодня к нам в гости. Алина, ты волонтер со стажем. Но сейчас я хочу поговорить с тобой конкретно об одной акции, которая в преддверии 9 мая очень актуальна. Это «Сад памяти». Скажи, пожалуйста, для чего проводится эта акция «Сад памяти»? Вообще эта акция стартовала в первый раз в год памяти и славы в прошлом году. Она приобрела такие масштабные обороты. В этом году она стартовала с 18 марта и продлится по 22 июня. Эта акция направлена на сохранение исторической памяти ветеранов, которые погибли в Великую Отечественную войну. То есть каждую семью затронула эта страшная война и не обошла никого. Суть данной акции – сажаются саженцы в память о всех погибших 27 миллионов соотечественников нашей страны, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Я считаю, что эта акция одна из важных в движении волонтеров «Победы». Скажи, пожалуйста, где уже провели акцию? Где уже посадили в республике саженцы? Около 100 саженцев было посажено в поселке Орженикидзовском в Карачаевском районе. Когда ребята узнали об этой акции, это были студенты КЧГУ, так как наше региональное отделение находится на базе вуза. Они сразу с удовольствием решили принять участие и внести в свой вклад именно в память о тех жертвах. Я знаю, что ты исполняешь обязанности руководителя волонтеров «Победы». Как вообще ты стала участником этого всего движения? Когда я поступила в Карачаевский государственный университет... Организация на базе вуза, там вот занимаются волонтерством, помогают пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны. Вот не хочешь попробовать? И меня это сразу затянуло. Я люблю помогать людям. Если есть вариант помочь ближнему, я всегда помогу. Без разницы, ветеран это либо это какое-то животное, которое нуждается в помощи. То есть для меня это очень важно. Хотя люблю и рисовать. Одно другому не мешает. И то, и то это благое дело. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Конечно, я желаю тебе дальнейших успехов в жизни. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Карачаевской редакции, а в 14.30 – «Вести» с Аллой Дзинаевой. Удачного вам дня и до встречи в эфире. Московский индустриальный банк В эфире «Радио России» Карачаево-Черкесия. Радио «Россия» расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова